Дело было в преддверии нового года. На улице шел снег, но это не мешало людям выстраиваться в большущую очередь к Дедушке Морозу. Ведь все хотели получить свой подарок, о котором они просили в записках. Привет, внучок. Хорошо ты себя вел в этом году. Ну как сказать, дед. Я пытался помогать новичкам, но и плохие поступки тоже совершал. Благодарю тебя за честность. Проходи в левую дверь, там ждет тебя подарок, о котором ты просил. Спасибо, дедушка. Я мечтал об этом подарке. А ты? Не забывал ставить лайки на ролики? Вижу, что забывал. Ну ладно, для тебя тоже есть подарок. Заходи в правую дверь. Полагаю, тебя направил сюда дедушка за заслуженным подарком. Да, он сказал зайти в эту дверь. Обернись, он стоит прямо за тобой. Он тебя очень долго ждал. История новогодних чудес. Ты был очень плохим мальчиком в этом году. А все потому, что ты забывал ставить лайки на ролики Папа Чиза. Но ничего. Ничего. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Простите, мне кажется, я ошибся дверью. Нет-нет, ты попал куда нужно. Глава первая. Начало. Попался? Ты тоже смотришь ролик и не поставил свой лайк прямо сейчас? Я тебе гарантирую, что этот видик заслуживает твоего внимания. Я уверен, что мы с вами сильные и сможем набрать 200 тысяч. И тогда я разыграю для вас компьютер. И, конечно же, все это будет проходить в моем телеграме. История начиналась, как обычно, на пляже. Два дедушки Мороза зашли на сервер. Раздавать людям счастье и подарки. Все, место встречи возле свалки. Свалочка. Сейчас надо будет, знаешь, что сделать? Ткань найти по пути. Я в раз только с тобой последний раз играл. Блин, это... 10 тысяч лет назад было. И наш путь был очень непрост. Ведь нас постоянно пытался кто-то убить. Ты знаешь, куда я тебе этот снежок засуну сейчас? Мама, твоя чё творит? Ты не способен меня победить, ты слабый. Понимаешь? Ты так не замансишь никогда в своей жизни, как я. Давай на камнях, иди сюда, ты. Говорит человек, который от меня убегает и ничего сделать не может. Давай на камня, говорю, ты. Давай сюда, иди ты. На! Что теперь он мне скажет? Ты знаешь, кто я? Ты мальчик, который плохо себя вел в этом году. Да. Ты Дед Мороз. Я не Дед Мороз, я Дед Мороз. Дед Мороз в другом месте. И те, кто плохо себя вел, получали заслуженные подарки. И пока я добывал ткань, чтобы скрафтить себе костюмчики, Добрый Дед Мороз наконец-то до меня добежал. Ну-ка, стой. Ну-ка, если бородку наденешь, как будешь выглядеть? Ну-ка, посмотри на меня. Не, ну я добрый. Не, вот сейчас, кстати, вообще нормально. Еще если тебе кепочку или сейчас панемку какую-то сделать. Аааа, а интересно, а что выпадает сегодня с подарков? Ну мы пока не будем их нажимать. Видишь вот эту фигню? Но все же мы решили проверить, что оттуда выпадет. Тем более, такой подарок дается каждому. Бур. Блин, фрикинь, бур падает. Ё-моё. О, тут Чел бегает. Ты можешь с ним поговорить. Хоу-хоу-хоу. Здравствуй, дорогой друг. Здорово-здорово. Че тут делаешь? Бегаю, подарки людям раздаю. Дай подарок, пожи. Подарочек? Щаас. Я поищу, для тебя тоже есть. Ты ж хорошо вел себя в этом году. Ха-ха. А ты письмо не читал, что ли, ты, блин? Дед Мороз. Да они не дошли, там же шарени перевозят на аренях. Не, ну он как будто слишком адекватный. На, иди сюда, дай ему подарок за это. Это все? Спасибо. В общем, смысл был такой. Серега был добрый, Дед Мороз. А я злой. И если кто-то нападал на Серегу или начинал ему грубить, то появлялся злой Дед Мороз и забирал его черепушку. Но этому пареньку повезло. Он выбрал правильный путь. Но для начала, чтобы проворачивать такие социальные эксперименты, нам нужно было построить свой офис. И для этого, нам нужно было выбрать самое населенное место. Во, возле сферы и склада построимся. Блин, хорошее место должно быть. Нам пока чисто бурза сейвить, не хочется его потерять. Во! Так мы будем вот эти подарочки им дарить. Видал? Ну вообще кайф. Надо собирать. Нам нужен домик. Короче, да. Вначале нам нужен домик. А потом мы будем бегать, искать типов с подарочками маленькими. О, я вижу-вижу, типа, слышишь? Ты можешь с ним поговорить, он с луком. А я его зарублю потом, если он плохой. Хоу-хоу-хоу, дорогой друг, не убивай меня. И у меня для тебя есть подарок. Ну что, ты скинул. Ну-ка, будет он тебя убивать или нет? Не знаю. Блин, он добрый какой-то. Он добрый. Почему они все такие добрые? На самом деле, я не думал, что этот тип пощадит Серегу. Но мы ему дали заслуженный подарок и отпустили. Но на нашем пути появлялись не только добряки. И вот в моменте, когда Серега завис, на него выскочил чувак с копьем. И просто его стер. Опять завис? Я так больше не могу. Пора обновлять комп. О, а я как раз знаю ребят из Кинг-компа, которые могут собрать тебе топовую бюджетную сборку. На которой у тебя не будет ничего лагать, так еще и полностью сбалансированную. Так а че ты раньше молчал-то? Расскажи подробнее. В общем, Кинг-комп на компьютерном рынке уже более 10 лет. И за это время компания зарекомендовала себя как надежного продавца с очень низкими ценами. По опыту скажу, дешевле, чем в других магазинах. И несмотря на то, что магазин находится в Петербурге, ребята работают по всей России. И в случае неполадок помогут с компом даже на другом конце страны. Парни головой отвечают за твой ПК и с трепетом относятся ко всем заказам. Они ежедневно мониторят новинки в мире компьютерного железа, не забывают про классику и с легкостью подберут оптимальные комплектующие под твои потребности и бюджет. А что самое приятное, выслушают любые твои прихоти. Ребят я знаю лично, и для них это не то чтобы работа, а любимое дело. В этом можно убедиться на ютуб канале магазина. Там ребята ознакомят с жизнью компании, тестируют железо, показывают компьютерные сборки и многое другое. А по моему промокоду CHIZZY10 ты получишь еще и скидку 10% на заказ готового компьютера или индивидуальной сборки в магазине KingComp. Ссылки будут в описании. Кстати, этот ролик полностью снимался на их компьютере, а саму сборку ты можешь найти в описании. Спасибо им большое за такой подарок. Так вот, о чем это я? Ведь мне нужно было мстить за доброго дедушку. Он тебе подарок нес! А ты знаешь кто я? Я Дэд Мороз! Блин, я его не заметил, я сразу убил. Ну это вот он злой был, понимаешь? На! Что, не ожидал? Вот, я сейчас двоих тоже хороших встретил. Вот таким образом у нас появилась первая пайпушка. И теперь нам нужно было с Серегой отправляться в центр карты, где мы планировали построить свой офис. Ты, короче, понял, если они дружелюбные, ты скидываешь им маленький подарочек. Если они начинают грубить или убивают тебя, то тогда их будет ждать другой подарочек. Глубокой ночью, пока луна нам освещала путь, мы практически добрались до точки назначения. И совершенно случайно мы натыкаемся на очень интересный домик. Тут свет горит. Какой дом у него классный, слышь? Ты посмотри на это, у него ящики на втором этаже. Там, ты видишь, да? Я знаю, как его потом выдолбить, этот дом. Посмотрю, что у него есть. А, там это, окна. Да. Подожди, а там... Мы реально прям сейчас, по идее, можем зарейдить его. Ну-ка, стой, посмотрим. В теории должен верстак работать. Ну-ка, давай еще глянем. Тут нужен будет буст. Ну-ка, вот сюда встань. Да. У него люк открыт. Я могу его выбурить прям сейчас. Буржи, не просто так нам дарим. Как думаешь, он выйдет? В доме горел свет. Это означало, что хозяева были здесь совершенно недавно. Занятие было опасным. Но мы рисковые парни. Вот это жесть. Хороший домик. С елочкой внутри. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Так, наверное, последний бур. Оп. Здравствуйте. Честно говоря, мы надеялись просто облутать пару ящиков. Но что произойдет дальше, кроме как чудом, никак не назвать. Тут две кровати стоят. Снизу типы спят с двушкой. Кайф. Нет, это не будет. А до шкафа дойти можно? Подожди, тут записка какая-то. Привет, бро, открой календарь и точно выпадет. Положи на втором этаже ревик. Не бери. И, в общем, пушки и патроны. Окс, могу поиграть. Пароль 3256. Чё, серьёзно? 3256. Да ладно. Прикинь. Подожди, от двери одной не подошёл. 3256. Не подходит? Я в доме. Я тоже. Это входная дверь. 3256. Тут клуб есть у них. Я дома. Кто-то на улице ходит. Тут оружие есть. ШКАФ! Ха-ха-ха-ха! Что за бред? Это ты на нём актёров нафиг? О-о-о-о. И в ящике авторизоваться можно. Ты видел хоть раз такую бредятину? Слышь, я предлагаю не менять пароли. Подождём, когда они зайдут. Да? Да. Кто к нам стучит? И чисто поугараем. Они ж по-любому когда-то зайдут, эти типы. Как минимум сейчас у нас была информация, что они зайдут к 8 часам. То есть нам оставалось их подождать около 20 минут. И мы хотели познакомиться с этими ребятами. Надо застроить. Надо застроить, да. Здравствуй, дорогой друг. Там чё он на улице смотрится, да? Я застраиваю, как было. Крадётся. Чё справа, да, вот там. Ты хоть раз в... О-о-о, он проснулся! Стой! Дарова, пацаны. Дарова, дорог. Отлично. Зарейдили, что ли, этот дом? Нет. Нет. Спроси, как дела? Кошка у нас. Как дела? Как дела? А ну чё там в кустах лазаешь? Ну како не лази там, б***ь, около моего дома. Он не удивится то, что я поставил? Подожди. А ты вообще, ну, как бы, ну, вообще не удивлён то, что у тебя какие-то два Деда Мороза в доме стоят, да? Ну, я тебя и спрашиваю. Ты зарейдил дом? Я же знаю, что зарейдили уже. Залезли через окно и всё как бы. Я тебе могу показать магию, если хочешь. Ты знаешь, вот, ну, это я всё-таки Дед Мороз... Мне паркет на этот дом, это не мой дом. Я всё-таки Дед Мороз, ты веришь в магию? Скажи честно. Я знаю, может, ты админ. Если админ, то можно через стены проходить. Я это всё знаю прекрасно. Точно хочешь увидеть? Смотри. Пароль, что ли, узнал? Маленький челобретчик, я ему ещё раз говорю, никогда не говори вслух пароль, там, либо чё-то. Они вчера уже п***нули два раза вслух пароль. Бои челиков залетели. Записка скинем. И как нам показалось, этот парень был очень добрый к нам. И поначалу мы даже хотели вернуть этот домик его другу. Но, к сожалению, оказалось, что он просто заговаривал нам зубы. И у него был план, как нас убить. Ой, Серёга! Ой-ой-ой. Я тебя понял. Блин, тут одна дверь не наша. Ты жив? Давай спальники снизу кинем. Надо запомнить, пароль 3256 был. Потом поменяем. Насколько был шанс вообще найти записку в ТИПе, который лежал один-единственный? Серёга. Ой, блин, насколько был такой шанс? А трюк, а какой пароль? И чтобы этот сосед, который пытался нас убить, не поменял пароли, мы решили сделать это за него. А потом он и вовсе начал нам угрожать. Мы толпой даже вас передавим, просто. Блин, нафиг им столько шариков. Толпой они нас задавят, слышишь? Надо дождаться теперь владельца. А что он в записке написал? Что он завтра зайдёт или когда? Подожди, кто топнул. Да это может я. В моменте мы хотели выскочить и поформить немного дерева. Но у соседа были другие планы. Ой, он в окне! Ты убежал? Выходите с дома. Нельзя с дома выходить. А ты что стреляешь в нас нафиг? Выпустите. Он зашёл. Это не он. Выпустите, пожалуйста. Тут ещё один тип в доме сидит, Серёга. Он у нас в доме сидит, ещё один. Выпустите. Он за той дверью, которую мы хотели доубить сидит. Так это ж твоя дверь. Пожалуйста, выпустите. Я не могу её открыть, я не знаю пароль, мне друзья ставили. Это печально, потому что твоих друзей уже нет. А как твоего друга зовут? В моменте он пропал, и мы подумали, что он просто вышел. Но поверьте мне, чудеса только начинаются. Ну а так как наш сосед контрил выход с дома, нам пришлось придумать обход. Блин, а я смогу забыли? Да сможешь, по-любому. Смотри, смотри, где чёл стоит. Он за этой дверью стоит. Привет, ты здесь? Надо подумать. Стой, давай по АФКшим подумаем, что можно сделать. Ну, чтобы нам нормально заходить и выходить, надо дверь тут поставить. Через полчаса можем... Дерево по АФКшим. Вот зашёл вот этот школьник. Блин, там скалаша стреляют. У нас, мне кажется, рейдить будут. Это этот школьник или Морти вот этот? Это этот школьник зашёл. Ааа. Он за той дверью. У нас есть подарки? Слушай, может там дерево выпадет какое-то? Кто там ходит? Кто гуляет возле моего домика? Отзовитесь. И как только у нас появился безопасный выход из дома, мы отправляемся искать путешественников, чтобы дарить им подарки. Нет. Подойди к нему, подойди к нему. Мысли не веришь? Я вот Дед Мороз, я тебе подарок принёс. Существление нет. Он меня увидел. Ануш, сымай штаны ты! Ты хотел убить Деда Мороза! Ааа, нет! Да... Ха-ха-ха-ха-ха! Ты хотел убить Деда Мороза, но знаешь, что ты не учёл? Что я Дед Мороз, а он Дед Мороз, он был добрым, а я злой. У меня кровать есть теперь. Дерево рубит куда-то, бочки. Дерево, дерево надо. Вот тут. Ну-ка, поговори с ним. Здравствуй, дорогой друг. Я Дед Мороз. Ты веришь в Деда Мороза? Мне кажется, он знает уже что-то. Держи, это тебе подарок от Дедушки. Всё. Давай, удачи тебе. Всё, пойдём, надо выдолбить, надо выпустить мелкого. И от двери избавиться. Он дома у нас появился, это чёл, походу. Он ящики разбивает. А ну, ты офигел, что ли, ящики мои разбивать? Я ремонт вам сделаю, пацаны. Я ремонт вам сделаю и сейчас ещё приведу, пацаны. Ремонт он сделает. Подожди, он на какой-то кровати встал, а какая из них? А пофиг, давай все разобьём. О, привет. Ты появился дома? Да, привет, я появился. Меня почему-то... Нас рейдили. Можешь дверь открыть? Вас зарейдили? А кто вас зарейдил? Какой-то чел. Знал бы он, что рейд за один бургул. Ну, не повезло тебе, не повезло вообще. А ты веришь в Деда Мороза, скажи мне? Нет, нет. Он не верит в Деда Мороза. Что мы будем с ним делать? Как только мы оказались в заперти в доме, хозяева которого были очень нам рады, у Серёги появился странный флэшбэк о новогоднем фильме. Блин, всё это происходит как в фильме, который я смотрел недавно. Но не помню, как называется. У меня осталась только картинка с кадром из него. О, скинь мне. Я знаю, как найти название. В приложении Яндекс.Алиса есть умная камера, которая умеет находить фильмы, сериалы и мультики. Нужно просто загрузить скрин или навести на него камеру. И она всё найдёт сама. Удобно, что всё это в приложении Яндекс.Алисой. Ссылку на скачивание ищите в описании ролика. А, он там. 3-1-2-1, пароль вводи. Ты правильно ввёл? Да. А, ну тогда 3-1-2-2, наверное. Не получилось? А у тебя там только спальник стоит или нет? Он, походу, не ответит уже. Походу, он всё. Ну-ка, сейчас гляну. Я там ничего не вижу. Но там комнатка какая-то. Эта закрытая комната мне не давала покоя. Ведь там потенциально могли лежать ресурсики. А что у тебя там за дверью? Слушай. Что у тебя за этой дверью? Погоди, ты же вроде в тиме с Морти. Да-да, вот нас двое тут. А что? Меня просто тоже в тиму добавили. А кто тебя добавил? Морти. А-а-а. Из разговора с ним я понял, что Морти, скорее всего, здесь был главным. И именно в нём я и нашёл ту записку. Теперь нам нужно было дождаться, когда он зайдёт. Ведь только у него был доступ к этой комнате. Ну а так как у нас появились любители посидеть на крыше, мы решили их самую малость проучить. Тем более, я нашёл метод, как к ним туда попасть. Угу. Ну-ка. Тут надо точно попасть сейчас. Нифига себе. Прыгать? Налево только прыгаешь и налево смотришь, да. Давай! Давай! Слушай, но дом у него крепкий. А ну выходи быстро! Быстро выходи, говорю. Давай! О, их тут двое! Они знали, что я тут сижу? Ну они слушали, ты что разговаривал? Пойдём с пайпами вместе туда. Кто мне стреляет? Вы знаете, кто мы? Мы похитители Рождества! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дядя, сколько тебе лета? Мне? Мне интересно просто. Мне 49. А что, у тебя какие-то вопросы? Я вам не дам на улицу выйти теперь, понимаешь? Я буду сидеть с пайпами, пока вы не уйдёте спать. А потом я сделаю вам ремонт. Поверь, ты не знаешь, что внутри, друган. Какие здесь стены. И какой слой стен. А снаружи это камушек и железо. Это просто всё. Пыль в глаза тебе. Пробуй. Есть там 100 ракет или 200. Может быть и зарейдишь. Реально, на такой дом 100 ракет надо. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Да? Ой, нет. Конечно нет. Он, блин, сказочник редкостный. Спустя 30 минут, наконец-то появился он. Тот самый Морти, который заведовал этим домиком. Что тут происходит? Можно вопрос? Это он зашёл? Джеки! Что? Как у меня эта дверь открылась? Здорово! Вначале он даже показался добродушным пареньком, который просто не понимал, что происходит в его доме. Но потом он перешёл на оскорбление. И это его была большая ошибка. Открой-ка дверку! Там есть что-то? Б***ь, дверь открывай! Б***ь, дверь открой! Это вообще наш дом. Ты чё обзываешься, Нэф? Ты чего обзываешься? Да моя хата, чтоб ты знал. Ложи и обратно всё. Э, Бонтик, ты чё, ты-то что-то... Ты чё обзываешься? Я вас, сука, сейчас всех порву здесь. Б***ь, 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 б***ь. Серёга, чё началось? Ты где? Я нет, ты делал. Б***ь. Я его убью, иди лутай его. Да, не с этого нужно было начинать диалог. Явно не с этого. Ведь мы хотели вернуть им домик. А теперь у нас появились сомнения на этот счёт. Ну вот и что? Я его запер, он не может выйти. Серёга, стой, стой. Что вообще происходит? Твой друг только что обзывался. Мы не можем тебя выпустить сейчас, понимаешь? Твой друг меня плохим словом назвал. Но не я же выпустил. Не я же обозвал. Но я не могу теперь тебе твой дом отдать. Это даже не мой дом был. Ну теперь это мой дом. Ты теперь будешь в рабстве. Ты должен фармить дерево, чтобы мы тебя впускали в твой дом. Что скажешь, Джеки? Ладно. Я не против. У тебя первый заказ, ты должен принести нам 10 тысяч дерева. Я пошёл. Только выпустить, пожалуйста. А потом нового друга я даже добавил в команду. Из-за того дерева, которое он бы нафармил, я планировал отстроить ему небольшую комнатку в нашем домике. И посмотреть, как они будут вести себя дальше. Какой-то весёлый школьник. Мне кажется, это уже новогоднее рабство какое-то. Какие-то зуи Деда Мороза ему попались. Блин, я не знаю, у меня всё равно есть чувство, что ему надо домик вернуть. Ну а потом Джеки убил какой-то болтовщик. И больше возле нас он, к сожалению, не появлялся. Но вы не переживайте. История про этих двух школьников только начинается. Глава 2. Подарок или наказание. Ты такой дед вообще крутой. В смысле? Да у тебя по голосу дед вообще. Ты любишь подарки? Ты был хорошим мальчиком в этом году? Вообще охуительным. Дай ему пайл. Да, да, да. Я не знаю, что есть подарок. Подарок. Да, давай. Ёнька. Спасибо, Дед Мороз. Я сейчас буду очень плохим мальчиком. Но это теперь тебе уже решать, кем быть в этом мире. Спасибо. Прикольно, кстати. Что это за тип вообще? Я же тебе говорю. Охуеть, теперь я еще и олень. О, блядь. Я чувствую себя, что мне жена уже десятый раз изменяет. Привет, Елисей. Я второй Дед Мороз. И ты прошел проверку, понимаешь? Мы работаем в команде, понимаешь? Он отвечает за добро, я отвечаю за зло. Теперь я тогда буду отвечать за вашу зло, кто вас будет убивать. Ну ладно, Елисей, мы пошли. Давай, удачи. Мы пошли. Удачи, мужики. Давай, удачи, удачи вам давайте. Давай, давай. Рога, кстати, тебе идут. Я знаю. Жена уже оценила. Я ж тебе говорю, это пушка просто. Блин, такой вообще, бля, угар. Надо еще, блин, олень и рога. Ай, сзади, бай. Их два. А! Я упал. Это наши соседи. Один умер. В голову дал, но не убил. Он умер. Это соседи пришли. Так, все, что мог, пока золотал сейчас унесу. Ой, бля, ребята тоже веселые. А потом на время возле нашего домика наступила тишина. Соседи куда-то пропали. И у нас появилось время немного подформить ресурсов. А попутно мы планировали проворачивать схемку с подарками. Я сдох. Это он был? Да. Он погиб. А у нас есть пшка. Он умер. Домой, плюс берда. Тут болт работает. Так, он выглянул наконец-то. Короче, надо домой сейчас заскочить фастиком. Там много их. Заходи домой. Я дома. Отлично. Я в кустах посижу. О, ты, может, их полуташь, а я их сейчас убью? Угу. В нашем лесу уже было не до подарков. Все убивали друг друга. И мы с Серегой должны были вытащить как можно больше пушек. Я его убил. Куда собрался, нафиг? Берданку мою украл и побежал. Бор. О, это Абоба. А! А! Берданка сломалась, прикинь? Берда сломалась, нафиг. За мной два типа идут. Офигеть, он меня стер. И именно в такие моменты во мне просыпается режим Берсерка. Одного убил. Тут много типов пришлось, слышишь? Еще одного убил. Тут еще один был. Убил. Это он был, я его убил. Забрал оружие. СМГ забрал. Иди сюда, у тебя есть пушка? Турчел? Да, да. Еще бегут. Блин, надо уйти как-то отсюда. Я дома. Это жестко было. Предлагаю Томик тоже выбить. Я троих убил. По тебе стреляют? Нет, нет, нет. Он здесь, на 70. Кидай гранату в лес. Еще кидаю. Взорвал кого-то. Да, вот он. Его убили? Убил? Трололо. Мистер Кемпати, я забрал все с ним. Лутай все, что можешь, и пойдем отсюда. Володя XXL. Что, домой? Да. Блин, у нас хотя бы теперь есть чем отбиваться. Вот тут заруба жесткая была. Таким образом, в нашем домике появилось хорошее оружие, с которого мы могли хотя бы попытаться защитить нашу крепость. Так, нам нужно, знаешь, что сделать? О, мы можем выбурить этот проем и поставить сюда свою дверь. Как идея. Теперь нас ждал самый увлекательный контент. Но хорошо, что сегодня у нас было очень много буров. Слушай, мы где-то вообще в странном месте, да, живем? Сказочном месте. Везде кто-то стреляет, кого-то убивает. Мы вообще тут просто живем. Ну, мы два Деда Мороза, да? Мы же никого не трогаем, правильно? Просто живем и живем себе тут, да? Никого не трогаем. Чего на нас все нападают, я не понимаю. Ну, мы же не специально дом отжали, правильно? Все, у нас новая дверь, новая лутовая. Кайф. Какое-то время мы даже пытались договориться с нашими соседями. Он в окне. Вот, иди с ним поговори. Ты за что моего напарника Деда убил? Ты убил доброго Деда Мороза. Нахуй, иди. Нахуй, иди. Но, судя по всему, настроен на разговор он был крайне отрицательно. Но когда ты рейдить придешь к меня, друга, я уже жду. Да нечем мне тебя рейдить, я твой дом забрал, нафиг. Чем мне тебя рейдить? Я не знаю почему, но возле нашего дома постоянно происходил какой-то ад, и нам нужно было в нем участвовать. Я почти убил его. Ты умер? Да. У нас ближе сразу. Что я их сотру? У нас есть что-то, чем я могу их убить? Одного убил. Вижу еще одного. Они уже пытаются на нас типов натравить, ты прикинь? Вот! Меня убили. А, Серег, меня убили. Ё-моё, там резов много. Убил, 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 убил. Последнего убил или еще там есть? Да, последнего. Нет, там еще есть. Там еще есть, еще есть. Убил его. Может, я стану? Я тебя, наверное, подниму. Успею. Надеюсь. Поднимаю. Мы всех убили, теперь главное всех облутать. Томса нашел. Еще один сидит в кустах. Он с чем-то. За стенкой. Я сдох. Ой! Блин, если попадет один раз, я умер. Он лутает. Я хит дал. Я его убил. Я все пушки забрал. Я забрал все пушки и ухожу домой. Угу. Там просто жесть. А, на лошади. Я дома. Там просто куча пушек у меня сейчас. Там еще есть что подлутать, да? По-любому. Я только пушки забрал. Ты прикинь, какую диск вымутил. Тут кто-то еще есть. Вот еще куча лутов тебе. Лутай все, что видишь, вообще всех смотри. Они на нас типов каких-то натравили, понял? Как думаешь, скоро нас рейдить придут? Я думаю, я думаю, прям скоро. Нам надо будет укрепить защиту домика. Что за заруба нафиг здесь была. Войдите. Войдите. Открывайте. Открыто. Входите. Нет, кто на красненький погорит. Вы в наш дом с добром? Да, я вам принес лут. Ты ему веришь? Нет, конечно. Конечно. Я выхожу. Я выхожу. Салям. Чего, что ли, дед? Твой друг умер. А, это спустился второй, что ли? Твой друг умер. Друг просто стоял, угорал с луком. Да, друг стоял, угорал с луком просто. Мы же не будем с калашами выходить, да? Почему? На вас, на бомжей. Можно сотрудничать в плане... Просто как типа... Деревня. А если мы откажемся, что тогда? Ну, откажешься, откажешь. Вы вправе отказаться. Можно просто тупо пойти наплавить серый и пойти бахнуть какой-нибудь хороший домик. По ним было, скажем так, видно то, что они уже не хотят продолжать эту бессмысленную перестрелку. И поэтому в моменте они решили с нами договориться, чтобы мы друг друга не убивали и просто сотрудничали как деревня. И хоть мы им не доверяли, мы решили принять их предложение. И куда нас приведет этот выбор, покажет в дальнейшем судьба. А сейчас мы планировали дарить подарки дальше тем, кто этого действительно заслуживает. Ты на конях? Да. Вот, 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 я за ними иду. Ребятушки, я мирный бомж. Вы верите в Деда Мороза? Я Дедушка Мороз. Я добрый. Я с подарком пришел. Дедушка Мороз, держи тебе подарок. Ой, спасибо. А я тебе тоже принес. Примешь его? Зачем? Ты убил моего друга. Он умер. Расплата. Это цена расплаты была за то, что... О, нифига себе у него лута. А вот если бы он тебя не убил, это бы все у него осталось. И чтоб вы понимали, получат ли они подарки или заслужат смерть, решали только сами игроки. А я всего лишь наблюдал из-за кустиков. Хоу, хоу, хоу. Я Дед Мороз. Я принес подарки. Я несу добро. Я принес подарочек. Ты любишь подарки? Какой подарок? Ты хорошо себя вел в этом году? Ну, да, допустим. Тогда я тебе подарочек. О, спасибо. О, это то, что я хотел. Ты доволен? Очень. Спасибо тебе. Иди с миром, дорогой мой друг. Удачи. Это был один, но это уже обученный человек был. Это был, наверное, третий человек в этой игре. Верни, убил, да? Да. Дедушка Мороза. Который принял верное решение. И как вы можете видеть, мы действительно никого не обманывали. Некоторые принимали верное решение. А некоторые пытались ограбить Дедушку Мороза. Но они не знали, что в кустиках уже поджидаю я. Возле супермаркета нас уже знали все. И тогда мы отправились в совершенно другую точку. Искать новые приключения. Вот он убегает за домиком. Хоу-хоу-хоу. Не, он вот здесь у меня. Он, в доме есть. На крыше есть. Поговори с ними. Хо-хоу-хоу, дорогие друзья. Вы верите в Деда Мороза? Да. Я ж хороший дедушка. Меня положили. На крыше. Их два. Сейчас он спустится. Но многие принимали все-таки неверное решение. Они оба спустились. Я говорил, что надо верить в Дедушку Мороза. Вы убили доброго Деда Мороза. Теперь на его смену пришел злой. Это была ваша большая ошибка. Потом я понял, что я могу попытаться их облутать на крыше. Но мне для этого нужны были лестницы. Но когда я вернулся, они уже были полностью подготовлены к этому. И тогда мы с добрым Дедом Морозом решили их проучить. И нашли свою новую цель. Но вначале мы хотели построить для себя офис. Мы с Серегой не особо доверяли нашим соседям. И чтобы все не потерять в случае, если они захотят нас зарейдить, мы решили построить небольшую кибитку возле супермаркета. Вот из этого дома мы сделаем офис. Спальничек. Уф, какая печка. Ну-ка, надо посмотреть, что тут у нас. Не, место вообще идеальное. Знал бы я тогда, как же сильно я ошибался. Ведь неподалеку от этого места, где мы построились, виднелся какой-то громадный клан. Тут и кланы какие-то живут. О, я видел его? Чувак в тупсете. Там турелька стоит. Не, я к нему не пойду, да? Что-то бомжара рубит. О, мой ник забрал, нифига себе. Ща к нам Чоу придет с калашом. У нас Чоу наверху? Чоу наверху? Я не знаю, почему в этом домике не было замка на двери, но все-таки спрятаться нам не удалось. Скорее всего, эта кибитка была его. Он меня убил. Он убил меня. Он пушит. Все, я сдох. Ой, это бушида какой-то нафиг. Ничего страшного, подумал я и схватил из ящика еще одну берданку. Нам нужно было выбить их калаш. Я его сейчас забайтю, я вижу его. Ой, их двое, там один строится. Так, я его забайтил. Идет уже, я вижу. Я слышу. Вон он. Это у меня. Трихита ему дал. Он упал. Один слева. Слева. Я ему много дал. У него все наше осталось. Сейчас он еще раз придет. Убил. Еще убил. Меня убили. У меня калаш хватает. Хватай калаш. Сейчас пойду разберусь с ними. Возможно. А может умру. Сейчас проверим. Ха-ха-ха. Убил одного. Можешь полутать его. Где-то наверху на поле лежит. Кто-то прыгает на доме. А, это ты? Угу. Тут где-то калаш его. Ну, в топ-сет. Вот он. А, нет, ты придал. Давай, уйдем направо. Потому что они сейчас придут сюда по-любому. На звуке калаша. Одного убил. Еще есть. По-любому. Есть. Убил. Еще возможно. Один слева мертвый. У него что? Берданка. Убил. Офигеть, он напугал. Все, уходим отсюда. Лутай его. Залутал? Уходим. Да. Нормально, нормально. Все, домой идем. Нам больше и не надо. Можем даже в тот домик отнести первый наш. В итоге новая кибитка была полностью спалена. И мы понимали, что тот клан захочет ее зарейдить. Поэтому вернулись в старый домик. Слушай, тебе не кажется, что у нас дом слишком крутой для того, чтобы в нем жить? Есть такое. Думаешь, есть смысл его немного улучшить? В итоге мы с Серегой принимаем решение переработать все компоненты и закупить металл в мирном городе. Ведь его у нас не было даже на содержание нашего домика. Справа. Ого! Володя XXL. НПЗ! Сюда! Он здесь встал. Петляем. Добраться туда нам не составило и труда. Хотя путь был поистине опасным. Даже на поезде нас чуть не сбрили. И уже здесь мы могли спокойно переработать все свои честно добытые компонентики. А еще, чуть позже, я на карте заметил отличный магазин. О, за дизель, слышишь? Чего? Так, ну я сейчас за дизель накуплю металла. Тут же дизель бесплатно давали. У тебя он есть? Да. Я могу 6000 металла купить за дизель. Это изи. Я покупаю. Все. Вот наш дом. Дом, милый дом, так сказать. Мы будем новый дом строить или этот оставим себе? Да, пока этот оставим. Тут на сегодня. Ну давай улучшим. Если нас зарейдят, мы будем знать, кто нас зарейдил. А вообще мы можем знаешь, что сделать? Построить неподалеку кибитку типа кубика. Туда все перенести основу. И когда нас тут зарейдят, мы будем знать, что они нас зарейдили. Скраб, который у нас остался, мы потратили на изучение гаражки, чтобы укрепить будущий домик. И отстроили новую хижину неподалеку в лесу, где планировали спрятать все добытые ресурсы. Чу-чу! Где? Убил. Хорош. А, Энрис, это этот, воин старый. Елисей? Елисей, да, Елисей, да. Тогда мы не придали этому никакого значения. Ведь Елисей был наш сосед, и он был с нами в мире. Поэтому, укрепив этот домик, мы отправились отдыхать. Главное, что у нас теперь есть безопасный домик. Ну да. Глава 3. Обманщики. Зайдя на следующий день, меня встретила странная картина. Я почему-то заспавнился на пляже. А это могло означать только одно. Нас уже кто-то зарейдил. А у меня даже не показало, кто меня убил. А этот дом не зарейдили. Прикинь? Нас знаешь, кто зарейдил? Кто? А ты на скин двери посмотри. Смотри, смотрим сюда на скин двери. И смотрим на скин двери, которые... У нашего соседа. А его тоже зарейдили. Ну, кстати, да. А его тоже кто-то зарейдил. Я не знаю, что здесь происходило во время нашего отсутствия. Но было понятно только одно. Что нас вчера обманули. И пока мы спали, наши соседи нас зарейдили. И вы можете задать вполне логичный вопрос. Откуда они узнали то, что мы построили новый дом? А тут ответ был совершенно прост. Вчера один из них увидел, как мы строили домик. Ну, а вот кто зарейдил их, для нас оставалось загадкой. Ну, ладно, у нас тут остались какие-то пару пушек. Ну, блин, калашей все. Калаши тю-тю. А что сегодня дают, как думаешь? Слушай, нафиг мы вообще новый дом вчера строили. Можно было в этом говне остаться жить. Ты знаешь, если это, типа, мы когда Елисея убили, да? Угу. Если он обиделся и зарейдил. Почему он именно этот дом зарейдил? Не, те наши. Потому что он подумал, что мы сюда все перенесли. О, понятно. Очень нужный предмет. О. Как раз, чтобы подарки людям дарить. Но мы не планировали сдаваться. Ведь на сегодня у нас было очень много планов. Хей, дружище. Хоу-хоу. Я дедушка Мороз. Блин, мы не зря за ним бежали. Ну, ладно, это Новый год. Давай поднимем его. Скинем ему подарок. Червяка? Да. Держи. С Новым годом тебя. А так как у нас были лестницы, мы решили наведаться к типам, которые вчера убили доброго дедушку. И мы хотели их хорошенечко проучить. Они совершили большую ошибку, когда убили доброго деда Мороза. Добрый дед Мороз нес подарки. Но теперь время злого деда Мороза. По идее, турели у них я не видел. Предлагаю что-то с ними сделать. Сейчас послушаем, дома они или нет. Печки еще работают. Блин. Ну ладно, я, короче, запрыгиваю к ним. Посмотрим, что получится с этим. Так, он дверь открыл. Открывай дверь. Он сгорел. Он сгорел, а я умер. Я не смогу залезть, наверное. У тебя фул хп? Да. У тебя есть двушка? Ты сможешь залезть. Просто вперед лезь и хилься. Только у него там турели огненные, аккуратно, сдалека лутай. Он лутается, убивай его. Убил. Хорош. Лутай печки пока. Он тут снизу идет. Он меня убил. Я его убил. Сейчас. Я ползу. Я должен выжить. Поднимаю. Лутай печки. Блин, у них там много всего открыто, но... Нет, там закрыта, короче, основа. А теперь есть шанс. А теперь он еще встанет тут. У него спальник внутри стоит, прикинь, прям далеко. Он сейчас будет опять пытаться зайти сюда, да? Да. Законтри просто, чтобы он не закрыл меня. Я сейчас пробегу. Я пробежал. Он открыл ворота. Убил? Пока Серега контрил ворота, я занимался ремонтом их турелек. Ведь злой Дед Мороз отличался от доброго своим коварством и чувством мести. А еще он очень любил разбивать чужие вещички. Турель минус. Он закрыл ворота. Ты зачем... Стой, стой, стой. С... Ты вчера убил доброго Деда Мороза. Теперь настало время злого Деда Мороза. Нормально. Офига, она по мне проспределила. Слушай, может он дверь откроет еще одну? Ты вчера убил доброго Дедушку. Ник. Какой Ник? Дед Мороз у него Ник. А у меня Дед Мороз, понимаешь? В чем разница? О, стол! Ой! Позди, позди. Сейчас открой дверь и будет побегать. Сюда! Давай печки ему разобьемся. Иди сюда! Сюда! Короче, я разбил им абсолютно все, что только можно было разбить. Даже носок. И понимая то, что он не справляется, он позвал своих друзей. И теперь их было намного больше. А, это второй зашел! Ловить здесь нам было уже нечего. Поэтому мы решили подсоверить ресурсики, которые украли у них из печек. Я ухожу. Мы им устроим праздник. Понимаешь, но нельзя убивать добрых дедушек. А потом мы с Серегой решили отправиться на остров, на котором происходил какой-то глобальный рейд. И скорее всего, у нас был хоть какой-то шанс подлутать взрывчатку. А, я понял, что рейдят. Офигеть, тут дом, оказывается, здоровый был. О, тут коптер на улице стоит бесплатный. Бесплатный коптер нам надо. Слушай, знаешь, что я подумал? Что мы можем в теории рейд-кибитку облутать, если я коптеру гоню. А, нифига себе. А тут, походу, ну, турелька будет мешать сейчас к коптеру подойти. В это же время, пока я подплывал к базе, я заметил то, что к ним приехала тачка, которую в будущем мы могли, в принципе, перехватить. Но вначале нам нужно было разобраться с этой турелькой, которая защищает коптер. Тут турель с болтом очень жестко стреляет по мне. Я забайтил ее, но, блин, я буду тут два часа сидеть, разряжать ее. А другого варика нет, типа. А если она на меня заблакится, она будет по тебе стрелять? Нет, нет, нет. Так, давай, чуть правее еще подойди. Вот прям, чтобы стрелять на черте. Она тебя не убьет в любом случае. Вот, да, подходи еще к стенке. Вот, стреляет. Сиди-сиди, тебе прям стрелять надо до конца. Слушай, я могу к ним на кибитку залететь. Ну, не, меня сотрут, наверное. Или что думаешь, рисковать? Ну, давай попробуем. Я не знаю, получится или нет, но... Ну, поехали. Они застроили потолок здесь, оказывается. Минус коптер. Они под... Они от... Прикинь, сделали нафиг без входа на крышу. Ха-ха-ха, это фиаско. Ай, блин. А куда у них турель смотрит, я не понимаю. Первый план у нас не сработал, но у нас был запасной. Но для этого нам нужно было купить где-то ракетницу и скоростные ракеты. Отличная ракетница, почти новая. Тачка поехала. Куда? Вдоль берега едет. У тебя? Да, у меня по воде. Меня убили. Я взорвал тачку, но меня убили. Хоть меня и убили, но тачка была полностью взорвана. Облутать он её не мог. И у нас оставалась последняя надежда, что там хоть что-то будет. Пока я бежал в сторону этого замеса, Серёга затолкал тачку в воду. И теперь нам оставалось её только отремонтировать. Я её разбил. Не, вообще пусто. Она фу пустая была. Да, мы ничего не получили. Зато Серёга... Ха-ха, это было очень красиво. Глава 4. Плохие парни. Так как плохие ши были все в сборе, а у нас было желание их хорошенечко проучить, мы отправляемся прямиком к ним. Тем более, они сбивали вертолётик. Прикинь, это эти сбивают. У них калаши есть. А нафиг он по мне стреляет? Злой вертолёт вообще. Очень злой. Его сбили? Прямо на горе сбили. Его прям на горе сбили. Я вижу ящики. И мы, конечно, хотели с ними полностью здесь зарубиться в этих скалах. Но у меня появилась идейка получше. Спрятаться в ёлочку, которая совершенно не будет вызывать подозрения у игроков. Ой, я в ёлке сяду, я буду в ёлке сидеть. Я тоже. Надеюсь, меня никто не спалит. Это кто стрелял? У меня, у меня. Он к ящикам подходит. Одеты? Ну, не особо. Ещё крадётся. Убью. О-о-о-о. Он фуловый. Это топ-сет у него. У него топ-сет? Да. Латай. Ко мне уже идут. Тут жесть заруба, я в ёлке сижу. Ещё потух ящик. Всё потухло. Чё уйдёт на разведку, идёт лутать. Второй ящик лутает. Когда все ящики потухли, и они их полностью облутали, ёлочка внезапно для них ожила. Один умер. На мне этот ещё чёл. Тебе бежит хазик. Второй умер. На мне ещё один хазик. Был, наверху. Ракеты сишки, пулик. Куда бежать, Серёга? Убил. Ракеты сишки, пулик. Серёга, я петляю. Беги. Я сейчас в твою сторону буду бежать навстречу. У меня чё? У меня два. Ещё убил двоих. Я ухожу дальше. Серёга! Полутай их, помоги как-то убежать, пожалуйста. Я бегу туда, но у меня, блин, нету там поблизости спальни. Ты можешь в ранчо добежать. Я вижу, он за мной идёт в хазике один. У меня тут везде типы в онлайне. Я, короче, на бандитку буду большой круг давать. Не, это за мной охотится. Человек Ёлка порешал вопросы. Я умудряюсь оторваться от преследователей и добежать до бандитки. Теперь я был в полной безопасности. Я в сейв-зоне. Плюс ракеты и сишки. И пулик. Ну, тебя видишь, Ёлка была лучше, чем моё. Не, у меня Ёлка прям вообще имбовая. Теперь у нас мало того, что появились ракеты, которые мы могли изучить. У нас ещё появился пулемёт. И я уже знал, каким образом мы будем его реализовывать. Что мы-то ракеты сейчас подизучим. И пойдём в онлайне рейдить тех типов, которые подарки вчера не приняли и убили тебя. Так, я могу первый, может, побежать, нет? Да, тут уже не важно. Ну, тут кустов у нас много. Думаю, не должен сидеть никто. Прикинь, реально есть кто-то. Ну-ка, сейчас я ему дам. Он умер. На дороге? Да, ну где-то в кустах. И к нам по дом всё чаще и чаще приходили различные челики, которые явно не верили в волшебство. И тогда на смену добру приходил мистер пулемёт. Он умер. Это Дыхай который, Дыхай. Да, да, да. Он справа, справа идёт. С оружием. Убил. Это его дом, походу, вот он. Он отсюда вышел? Нет. Да, забрал. Ну да, он где-то здесь спаунился, отсюда вышел, конечно. Где он ещё мог. Это по-любому его дом. Так, я правильно понял, что ты, ты сидишь теперь у нас под дверью, да? И убиваешь нас в спину, я правильно понял? Не знаю, я никого не убиваю. Вдыхай. Это не мне. Это твой друг, вдыхай. Вряд ли, чтобы он у вас под домом сидел, он бегает со мной. Да. Вот. Именно. Он меня сейчас убил дважды под домом. Ты знаешь, кто мы? Кто? Мы два дедушки Мороза. Мы несем доброту и счастье людям. Но если они вот так вот делают с нами, то мы будем их очень жестоко наказывать. Где твой друг? Всё, он ушёл теперь. Ну, типа, одета живёшь? Здесь. Нет, который вон дальше. Да, ну придёт, я ему скажу, пусть подойдёт. Вначале мы даже хотели их зарейдить. Но всё же мы оказались добрыми дедушками. И поэтому не стали их трогать. И даже сделали им небольшие подарки. Если к нам нормально относятся, то мы готовы дарить подарки. Но если у нас будут сидеть и убивать нас здесь, то всё будет иначе. Спасибо. То придёт Дед Мороз, то есть я. Ну, придёт, тогда добавь его в зелёнку. Да и тем более, пообщавшись с ними, я понял то, что они, ребята, неплохие. И у нас на самом деле были совершенно другие планы. Мы хотели зарейдить вышку нашего соседа. Ведь думали, что там будут ресурсы, которые он украл с нашего домика. И чтобы не тратить на них много ракет, мы изучаем сочельки. Всё. Наконец-то наэфак. А также, в ближайшее время, чтобы нас никто не подрейдил, мы полностью улучшаем домик в металл. Ну-ка, посвяти мне факелом наверху. Оп! Я валяюсь. Я дедушка! Ты за что убил дедушку? Он умер. Плюс МП-шка. Возле нашего домика стало немного поспокойнее. И тогда мы подумали, что нам нужно сделать выход на крышу. Ведь если бы нас кто-то рейдил, у нас просто не было бы шансов отбиться. Но у наших соседей, которые живут в этом домике, были свои планы на этот счёт. Ай, кто-то стреляет, меня убили. Блин, я не убил с двушки его. Два хита ему в упор дал. Он за ледником. Он и меня убил. Он умер. Золотая шла? О, тут куча вещей есть. Ну да, надо как-то улучшать домик. Думаешь, уже пора? Ну, как бы да. Не, фигня идея, наверное. Не, ну да. Плохая, да, идея? Очень, очень нехорошая. Тоже думаешь, да, что же какая-то фиговая вообще идея. Ну, он придёт сейчас сюда, по-любому. И как Серёга был прав, вы бы знали. В хазике. Он на крыше у нас? На крыше, на крыше. Я убил. А с чем он был? Да, с двушкой, с этой, блин. А какой у него ник? Да тот же. Эвер, бэйби, хит ми. Но после того, как он несколько раз умер, он просто от нас отстал. И у нас появилось время нафармить немного серки, чтобы избавиться от вышки соседей. Твои ставки. Нам хватит? Сейчас мы ему устроим новогодний подарок. Блин, сейчас к нам много типов придут. А тут, походу, вообще ничего нет. Пустой. Не успели мы закончить рейд, как вдруг под нашим домом начался какой-то ад. И теперь нам нужно было отбиться. Там их два. Один справа, один слева. Блин, а если мы их убьем, нам придется хату менять. Ну ладно, давай так и сделаем, фиксим. Так, тех бомжей вижу. Возможно, убил. Там двоих. Блин, на колючку сел. Один полностью умер. Ну я думаю, ты понимаешь, да, что нас ждет? Это я! Это я! А, это ты? Ты живой? Да. С лестницы сидел. Патроны кончились. То есть, а что, не убил его, что ли? Сколько надо выстрелов, чтобы убить его? Так, домик наш. Какой-то застраивай. О, тут металл был. Круто. Я умер. Он уже с калашом. С чем он меня убил? Я вижу его. Он за нашим домом. Ты можешь подниматься и лутать себя. Один умер. Один справа на хате у нас. Убил его. Можешь лутать его. Под хатой того типа, которого мы первого зарейдили. Точнее, его зарейдили. Вот у тебя один возле дерева в кустах. На меня гранаты кидает. Убил его. Возможно, в кустах. Что у нас творилось под домом, не описать словами. Но мы с горем пополам смогли отбиться от этого нашествия. И теперь нам нужно было дорейдить последнюю дверку. А, нифига себе. Ну, это фиаско. Что? Блин, я не рассчитал силушку свою богатырскую. Короче, у них тут МК-потолок. Надо будет сачали сейчас крафтить. Я хочу себе выход сделать на отстрелку. Так, у нас теперь есть отстрелка. Это очень хорошо. Ммм, какой вид классный. Вначале мы с Серегой готовились к тому, что нас вот-вот придут скоро рейдить. Ведь те калашисты явно не просто так сюда приходили. Я накитовал ему больно. Не знаю, он, наверное, живой. Я что, убил? Я убил его! И вот, в очередной раз они снова возвращаются к нам, чтобы с нами поговорить. Но на этот раз уже полностью голые. Что ты тут делаешь? Алло, уходи. Что такое? Почему? Ну вот потому. Хит-мант или это? Не понял. Кристина, это ты, что ли? Нет, нет, не я. Не та. А-а-а, я вспомнил. Бори... Подожди, это ты Борис-то? Да, Борис-то, да-да. А-а-а, я-то думаю, что у вас с ним такой знакомый? Это та, которая... Ага. Та, которая с факела бежала за тобой. А что вы к нам приходите? Мы просто шлибахи и пришли сюда. Просто моего соседа кто-то взорвал. Это которого? Ну, который вот рядом. Видишь, дом такой стоит с юбкой. А, нет, нет, не наше круг дело. А еще меня взорвали ночью. Железный домик. Мы вообще, понимаешь, ну, два Деда Мороза. А, в какой стороне? Самых дружелюбных, добрых Дедушки Мороза. Но не особо вы дружелюбные, конечно. Мы дарим людям добро и подарки. Просто те, кто нас пытаются убить, мы убиваем их в ответ. Чтобы они сильно не огорчали, что мы у них отобрали много калашиков, я подарил им пару подарочков. Оказалось и вовсе, что это были мои старые знакомые, с которыми, когда я еще был обычным наемником, мы рейдили лысого куста. Если вы понимаете, о ком я. Наконец-то мы спокойно могли дорейдить последнюю дверь. Нам было интересно, где же лежит его болтовочка. Давай! А где они? По светению вижу нифига. А, вижу. Беги! Это было близко к смерти. Я умер. Я жив. Факе, его нет. О, есть фонарик. Давай, блин, задолбал она. Сраная. Их же понерфили тоже, да? Типичные рейды. О, мы нашли то, что искали. Арбарет? Нет. Смотри. Да, это у него тупо отстрелочная была. Фух, наконец-то. Неужели мы закончили то, что начали наши соседи? Они зарейдили нас. Из-за этого дедушки Морозы забрали его домик. И теперь мы наконец-то могли вернуться к нашей основной цели. Привет. А ты кто? А я Дед Мороз, который забрал у вас с одной берданки пулемет, сишки и ракеты. Это я, дедушка. У нас столько не было никогда резко. А вы вертолет сбили. Нам не жалко, друг. Мы настолько богатые. Тут знал. Они продолжали плохо себя вести. И нам ничего не оставалось, кроме как провернуть один коварный плен. Для них мы подготовили особый сюрприз в эту новогоднюю ночь. Вы за что деда убили? Вы за что убили деда? Вы понимаете, вы не учитесь на своих ошибках. Вы убиваете бедного дедушку. Но ничего-ничего, мы с вами еще скоро встретимся. Ты уверен, что стоит со мной так разговаривать? Да, а ты и батя твой не хуй. Ну ладно. Ждите, скоро придем. Скоро придем, вы будете плакать. Давай, давай, давай. Скоро придем, вы будете ударить. С читами играет. За что он с читами играет? Он читер. Он читер. Он меня через стену убил. Вот так вы будете скоро ныть. Эти ребята и представить себе не могли, с кем они разговаривают. Но очень скоро они запоют уже другими нотами. Блин, это наши клиенты. Поформлю деревца, чтобы построить у них домик. Прям возле них. Мне кажется, идея отличная. Так, а я что хотел сделать? А, у нас тут серый оказывается еще есть. Нифига себе. Да, нам хватило. Так, хилки. А, я калаш хотел взять один. И вот как раз таки сейчас мистер свинцовый дождь, то есть пулемет, нам очень сильно пригодится. Все, сейчас будет жарко. Два Деда Мороза идут. Они любят посидеть на крыше. Они не один вертолет же там пытались сбить. Да, да. Как раз вышка будет, чтобы если что вертолет подэффить. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. О, они тут. Пока они разговаривали между собой и договаривались о каком-то альянсе, мы строили неподалеку от них небольшую вышечку. И очень скоро они ее уже заметят. Что-то они его обсуждают, Серег. Вы вышка дедов. Так, у тебя камень еще остался? Да, есть, есть. Они настолько увлеклись разговорами, что даже не заметили, как мы практически в упор отстроили у них вышку. И только когда он поднялся на крышу, случилось это. Они увидели вышку. Дай болтовку на пару всяких. Ребята! Вы скучали по нам? Конечно, дорогой. Скучался, скучился. Так, один поговорил. Это Дед Мороз. Это, это, это Дед Мороза. Ха-ха-ха, они уже знают. Вы нас ждали? А мы подкрой же. Много нету, вот он много нету. На! Давай еще разок. Мы пришли подарки вам принести. Ай, меня убили. Полутай меня. Только не выглядывай. Как я понял, они объединились с тем кланом на острове, который мы пытались дефать. Но ничего страшного. Чем больше людей, тем больше веселья. Сейчас, они уже обсуждают, как лесенки надо поставить. Да. Я тут. А не поможет вам лесенки. Убил, да? Да, одного. Убил. Ой-ой-ой, а где голова? Где голова-головешечка? Знаешь зачем? Чтоб вот так делать. Чтоб удобно стрелять вниз. Внизу бегает бомж. Бомтовку забрал? Да-да-да, она у меня. Мы будем здесь долго. Поверьте нам. Мы тут надолго. А, я знаю, почему он тебя видит. Ты на фоне этого. На фоне другого окна. Да. А он с ПНВшкой. Понимаешь? Вы вчера могли поступить по-человечески и принять подарок от Деда Мороза. От Доброго Деда Мороза. Но так как вы его убили, сегодня пришел злой Дед Мороз. Хуй. Кто у тебя подарок, я тебе скажу. Добрый Дед Мороз уже не отвечает. Вы его вчера убили. Теперь он злой Дед Мороз. Меня убили? Одного убил еще. О, лестница стоит. Разве? А, я вижу его, откуда он стреляет. Как только они поняли, что они не справляются, они позвали еще один клан, который находился сзади нас. И теперь нам нужно было отбиваться на два фронта. Я принес вам подарки. Полные карманы. Мочи хамя. Дал хит ему. Болтавший сидит там на доме. Я ему дал хит. И это, Дед Мороз, ты добрый. Очень добрый. Вот видишь, подарки раздаю. Тем, кто себя плохо вел вчера. Раздаю подарки специальные. Их два там. О, их четыре человека здесь. Один под домом он прям закидывает. Может они будут нас рейдить? У-тью-тью-тью-тью. У-тью-тью-тью-тью. Один из них умер. Кидал. Под домом еще один. Еще одного убил. Убил того за стенкой. Еще убил. Есть, Юка? Упаду сейчас. Дед, Дед, Дед Мороз, а ты здесь надолго, нет? Да. Насколько, насколько? Понимаешь, во мне две тысячи патронов. Во мне две тысячи патронов. Как думаешь? Ну так-то да, надолго, надолго. По дому завутаю. Кто-то бегает. Минус один. Меня убили. Дверь открыта? Одна, да. Уже спустя 30 минут они хотели разойтись на мирной основе. Дружище, мы тебе объяснили, почему мы... Но мы с бандитами не ведем переговоры. Что значит вы объяснили? Вы вчера убили, когда мы с добрыми намерениями принесли вам подарки. Убил одного. О, еще. Еще хрустик. Будешь выглядывать? Если бы ты поступил по-доброму, мы бы дали вам подарки. Так, подожди. Я тебе еще раз объясняю. Вчера у нас сиделы 42 миллиона человек подхатывают. И... Тогда, когда мы пришли, никого не было. У нас времени не было. На вчера два раза рейди. Но я не знаю, когда вы вчера... Сказочники, да? Вчера пришли по-дружески говорить. Понимаешь, я все помню, как вчера было. Не надо тут сказки рассказывать. И теперь вы просто вспомните те слова, которые они говорили, когда я приходился до голеньким. Да, а ты... И батя твой... И какими заиньками они сразу внезапно стали после того, как мы построили рядом вышечку. Дед Мороз, давай жить, дружище. Дружище, пожалуйста. Нам и так вчера досталось. Мы хат и пять раз уже старались. Отстань, пожалуйста. Был друг. Ты же добрый, Дед Мороз. Довольно быстро изменился их тон общения. Не так ли? Но мы прощать этих ребят не собирались. Я уже объяснил свою причину. Понимаешь? Мы заходили на этот вайп, чтобы дарить людям добро и волшебство. Но вы убили Дедушку Мороза и выбрали... И выбрали свой путь. Давайте познакомимся. Я ваш новый любимый сосед. Меня зовут Дед Мороз. Дед Мороз. Прошу не путать с Дедом. Ой, не повезло, не повезло. Со временем у нас закончилось абсолютно всё. От патронов до хилок. И тогда нам нужно было уже сваливать домой. Как вдруг на другом острове мы замечаем взрывы ракет. А там как раз таки и живут их дружки, которые им пытались помочь. И тогда мы с Серёгой решили провернуть план Морские котики. К ним коптер прилетел. Смотри, что наваливать будет. Смотри, смотри, второй заход идёт. Пошло дело! Что происходит вообще? Просто коптер левый прилетел. Фигачит их. Спавнись на том острове, Серёг. Я на этом острове. Там, по-моему, четыре типа, да? Это ты на скале крадёшься. Да, да. Они внизу, они внизу. Я ползу туда с пулемётом. Сейчас будем стирать их. И с чего левого тогда облутаешь, да? Где он? А, вон, вижу. Сейчас я его сотру. Двоих убил. Я бегу за ним. Правого надо тоже облутать. Так, к тому же чел. Он наверху, наверху. Убил? Нет. Уходи. Пару хитов дал. Он жив. Один за нами идёт. Пошли. Прямо куда-то прямо сейчас побежишь, и всё. Смотри на тебе. Я один калаш возьму. Всё, уходи. Лутаю этого типа. Плюс ЛК. Ещё одного убил. Ещё одного убил. Я пошёл. Нормальный замес, слышишь? Да. Три калаша домой несу. После того, как мы пришли домой, нам нужно было укрепить наш домик. А ещё кое-что построить. Вообще непонятно, чё им всем от нас надо. Мы просто занимаемся своими делами, да и никого не трогаем. Ну. Сидели бы тоже своими делами занимались. У нас тут ёлка, у нас тут атмосфера вообще, между прочим. Мы вообще самые добрые люди. Кто-то стреляет с калаша опять. Да это он с крыши стреляет, чё? У нас были идейки, как мы будем дарить игрокам праздник, которые будут пробегать возле нас. И хоть нам мешал сосед, который стрелял по нам с крыши, нас это ни капли не останавливало. Вот, будет, смотри. Допустим, вот. Тут одна дверь, тут другая дверь, да? И вот, мы будем... В одной из них будет, короче, подарок, в другой смерть. А мы будем здесь сидеть, короче, смотри, один тут, один тут. И над наёмника найти. Перемешая, короче, вот эти все штуки, дам ему одну из них, он откроет дверь, а там будешь ты сидеть с бензопилой какой-нибудь. Новогодний праздник планировался быть весёлым. Так, вот здесь у нас будет два стула. Идеально. Ты уже две выборил? Нифига себе, ты машина. Всё, что нам оставалось сделать, это найти третий верстак. Но, к сожалению, его никто не продавал. Блин, чё, никто не продаёт третий верстак? Не может такого быть. Именно в этот момент к нам прибегает бариста. И просит они большой услуги. Они хотели зарейдить наших соседей, и у нас были схожие планы. А, ну тут есть такое дело. Какое? Предложение, скажем так. И, конечно, за такую услугу я запросил у них третий верстак. Ведь Дедушке Морозу тоже нужно было крафтить подарочки. Прикинь, слушай, они хотят вынести этого, блин, мистер Кемпати этого. Володю задолбал, который нас. Ваша красавчик. Я готов помочь им нафиг. Ох, Серёга, это самый простой третий верстак в моей жизни. И самый приятный, потому что так хотелось их зарейдить, если честно. А чё, вы прям щас хотите их рейдить? Ну, я думаю, да. А, ну всё, тогда ждём. В принципе, всё есть. Надо кибут сначала кину, да. Да какую кибут, и прикалывайся, у них дом говна. Какая кибитка. Но кибитку они всё-таки решили поставить. Ведь рейд намечался в онлайне. Офигеть, вы, конечно, серьёзно подготовились. Спустя ещё 10 минут начинается замес. Приехали с ракетами, походу. По ножке, типа, пострелял. Давайте, давайте. Я всех убил уже. Пять раз их всех убил. Работаем. Пять раз их убил. Всё, он погиб. Чувствуешь эту силу? Очень сильная сила. Я чувствую, как играть. Классно толпой. О, тут куча камня была. Володя! Выходи! Он сверху упал, ты видел? Они всё забрали. Всё, всё, всё. Полностью открыто, ребят. Все гаражки. Тут верстаки были. Тут наверху ещё лут какой-то есть. Вам нужен? Забирайте. Я чё, я на фарм украл. О! Уголь. Уголь нам нужен. На ракеты. Так, мы третий верстак отработали. Я правильно понял? Мы можем спокойно идти своими делами заниматься. Всё. Всё. Мы пойдём. Мы пойдём дарить добро людям. Я своё точно выполнил. Я там тысячу скрабов украл. Ха-ха-ха-ха. Глава пять. Волшебные подарки. Ракеты у нас уже были изучены. Всё, что нам оставалось сделать, это наплавить серку и скрафтить волшебных подарков. Именно поэтому наш дом превратился в огромную плавильню. Так, сколько у нас выходит ракет? Десять? Двадцать? Тридцать? Блин, нормально? Нормально? В принципе, можно уже будет идти рейдить. Ну-ка, посмотри на меня. Ты прикинь, это топ маска. Вот это вот говно на тебе, это топ маска. А выглядит как просто маска. А выглядит... Ну-ка, давай я тебе покажу, как она выглядит. Как шапочка. Смотри. Ха-ха-ха-ха-ха. Какой у меня персонаж страшный с этой маской. Блин, я с ней пойду рейдить. На, другую тебя. И спустя примерно одну тысячу лет я наконец-то докрафтил ракетки. И теперь мы могли отправляться дарить подарки. Всё, летс гоу. Просто летим туда на плюс В, потому что если они выйдут, будет печально. А хочется зарейдить их, чтобы они кричали. От радости? Хочется, да. Чтобы... Знаешь, ну подарки надо дарить людям, которые ещё не спят. Которые готовы к подаркам. Понимаешь? К удивлению, нашу вышку всё ещё никто не зарейдил. И именно её мы и планировали использовать как рейд-кибитку. Опа, реально! Он на крыше убил. Так, закидывай калашики сюда. Пару патронов, пару шприцов, чтобы мы могли ещё резко выскочить. Я не знаю, как будто пулемёт мне... Ну ладно, я возьму с собой его, пофиг. Ракетницу брать с собой? Да. Мы пойдём ещё вместе их тушить. Алё? Вижу его. Алё? Алё? Алё, я здесь! Ты где? Да, это я. Это я, Дедушка Мороз. Дедушка Мороз пришёл. Да, в забор. Всё, теперь готовься, оружие в руки. Вижу его в окне. Нет, не вижу. Это не он, это верстак. Может, просто в стенку будем фигачить? Он туда, куда я стрелял. Мы идём. Так, он может с любого окна стрелять вообще. Стой, а как будто стой. Чё это такое? Куда мы рейдим? Так, да, мы здесь были. Убил. Он наверху был? Да. Да, не катим. Давай дальше идём. Офигеть, у них тут ящиков. Давай по дверям. Тут чё спит. Стой. Аккуратно. Давай твоя очередь. Бахай. 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 Дальше в гаражку. Бахай. Гаражку? Да, да, да. Это, о, ящик. Я, это ящик ломаю. Взрывай, взрывай. Всё, мы в лутурме. Подожди, аккуратно. Да я ящик взломал. Шкаф. О, так у них нормас компонентов. Делать, застраивай их. Подожди, а тут можно будет? Я думаю, у них мультишкаф стоит. Давай просто бери компоненты, короче, и относи домой. Блин, знаешь, я рассчитывал на то, что он хотя бы дефаться будет. Как бы, он бы дефился, если бы ты его не убил сразу. Чё за фигня, слышишь? Он вообще ничего не сделал. Понимаешь, ты вчера, ты вчера, ты вчера убил моего друга Деда Мороза. Нет, нет, нет. И поэтому на его смену пришёл злой Дед Мороз. Всё, забираем всё, что у них есть. Чё-то какой-то, блин, слишком простой рейд на эффект был. О, Элка, Элка, блин, Элка, топ. Элка топ, нафиг. Блядь, дед. Чё там, блядь, поимел болты, Элку, и всё, радостный что ли? Да, да, я рад. Короче, надо домой идти, тут вообще жесть. Здравствуйте. А дедушка Мороз, кусатый нос. Ну куда ты убегаешь? Это всё, что ты можешь, всё, что... Нет. А это всё, что ты можешь, вот и всё. Ты даже... Понимаешь, если бы вы вчера нормально отнеслись к дедушке, мы бы не строили эту вышку, мы бы не рейдили вас, мы бы вас не убивали. Ну так вот. То есть я вчера вообще только вечером к ней, типа, присоединился, и сегодня, типа, ты здесь проходишь, типа, мимо, и, типа, говоришь, что, типа, вот, вы там накосячили туда-сюда. Потому что, типа, там какого-то дедушку Мороза... Их тут всех рейдили, и, видимо, вы тоже, типа, попали. Они ху**ли по всем. Потому что нас здесь вокруг... Мы тут были, когда они только отстраивали дом. Мы тут были, когда у них ещё даже отстрёлки не было, и их ещё никто не рейдил. Мы, типа, подбегали, они сидели дома. И пока мы с ним дружелюбно общались, его дружок чуть не убил доброго дедушку Мороза. Ты убил? Амошер, да, я убил его. Он заговаривал тебе зубы. И даже несмотря на это, у нас было праздничное настроение. И мы решили простить их ошибки. Смотри, смотри, давай начнём с того. Не мы тебя убили, а не я тебя. Я тебя вообще нахуй трогал. Я уже тебя начал трогать, когда ты вот с вышкой мы с тобой здесь стрелялись. Ну ладно. Как бы вы, блядь. Я вообще бы эту ситуацию не знал. Ты понимаешь, вот, в этой ситуации ты считаешь правым своих друзей? Правыми? Да, нет, конечно. Вот за что они убили доброго деда Мороза? Ты можешь это, попросить прощения, и мы просто уйдём. И оставим все ресурсы. Ну давай. Я извиняюсь за своих тиммейтов, что они так поступили с тобой, когда я хотел с ними по-человечески, они так с тобой поступили. Дед Мороз, ты принимаешь его извинения? Я не знаю, что ему сказать. Понимать или нет, как ты считаешь? Я думаю, ну... Ну ладно. Мы их проучили, я думаю. Что нам ещё их... Новый год всё таки. Ну да. Ты думаешь им отдать всё, да? Да пусть живут, но... Ладно, всё таки, понимаешь, ну Новый год, а мы всё таки два Дедушки Мороза. Пойдём с нами. Пойдём. Пойдём, ты что думаешь? Нам ресурсы нужны? Мы вас рейдили, чтобы просто зарейдить. У нас ещё оставалось довольно много ракет, но мы всё таки решили их оставить этим ребятам, чтобы этот Новый год им точно запомнился. Наш приз похилься. Как говорится, сильно не тот, кто умеет мстить, а тот, кто умеет прощать. Алё, алё, посмотри налево. Тоже, по-моему. Налево посмотри, говорю. Наверх. Как ты относишься к Деду Морозу? Ты был хорошим в этом году? Ты помогал бомжам на спавне? Я не приду к тебе. Наоборот, ты иди сюда. Ты помогал им? Говорю, иди, не бойся, у меня для тебя подарок есть. На. Возьми, эй. Он куст, смотри, человек куст. Ладно, пойдём. Мы всё-таки добрые. Всё-таки скоро Новый год. Чё мы будем, думаешь, обижать тебя? Забирай всё, что тебе надо. Пойдём, вот, смотри. Самое вкусное в самом низу. Я думаю, нам эти ракеты уже не нужны. Вот, забирай, вон. Ракеты там остались. Ты можешь даже забрать эту вышку себе. Мы больше не вернёмся сюда. Я больше так не буду. Всё, и надеюсь, твои друзья тоже больше так не будут. Четыре однёрки пароль. Это подарки от деда... От дедов. Нет. От дедушки Мороза. Больше так не делайте. На, читай записку и своим друзьям обязательно эту записку скинь потом. Мы пошли дальше дарить людям добро. Пока. Давайте, давайте. Глава 6. Возвращение Морти. Теперь мы с Дедом Морозом придумали кое-какую новогоднюю игру, в которой сможет поучаствовать абсолютно каждый. И именно в момент, когда я раскидывал декорации, ко мне в голову пришла добрая идейка. Так, я нашёл аккаунт Морти, добавил его в друзья. Интересно, он добавит меня или нет. Но я хотел бы, конечно, отдать им домик, чтобы они побегали уже с нормальными пушками, эти ребята. И Джеки добавил. Не знаю, какой шанс, что они добавят меня, но глянем. Для тех, кто не понял, это именно тот самый Морти, у которого мы и украли этот домик. Мы решили поднять ему настроение. Ведь на носу был Новый год, и мы должны были радовать детишек. Теперь всё, что нам оставалось сделать, это просто ждать. Всё идеально. Офигеть, тут школьник добавился. Много времени я с ними переписывался. И попросил, чтобы он зашёл на этот сервер обратно. Ведь мы хотели, чтобы этот парень поверил в чудеса и сделать ему небольшой сюрприз. Алло. Где он? Я, 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 вот он, вот он я. Я вот тут снизу. О, как тебе твой домик? Круто, спасибо большое. Извини, что я обозвал вас вначале. Подумал, всё, рэй, трэнда, давай потепереждать и строить себе нормальный новый дом. А вот этот дом мне получше построили. Спасибо вам большое. Заходи к нам. Это мы тут скоро всё должны сделать, мы просто ждали тебя. Ещё много дел надо было закончить, а ты пораньше зашёл. Ну давай, я тебя добавлю. Не, ну ты представь, вот... Давай, сейчас. Да, я не знаю, сейчас у меня друг, конечно, ещё не зашёл. Но давайте чуть позже сейчас. Вау. Ну прям настоящий Деда Мороза. Верстак первый. А второй вы куда положили? Можно вопросик просто. А там третий верстак есть. Давайте добавлю. А потом друг твой зайдёт, если что, он, ну, его тоже добавим. Ничего не понял, ладно, погнали, сейчас пока посмотри ещё. Пойдём, пойдём. У нас, кстати, будет очень важное дело для тебя. Я думаю, тебе понравится. Весёлое. Какой? Я думаю, тебе понравится. Узнаёшь свой дом? Нет. А, стоп. Это мой второй этаж был. Да. Вот тут сундук мой с моими винтовками был. Поднимайся наверх. О, Господи. Я заглянул в первый сундук уже, а во втором что? А это ещё не всё. Тут есть спрятанная нычка. Ой, о моё. У меня никогда столько много лесов дома не было. Минимум один калаш, который с помощью донатов всего. А это ещё не всё. Тут, кстати, видишь, шкафа нет, мы переставили. Офигеть, вы сохранили мои винтовки, которые я делал до этого. Ты повтори на него. Не знаю, я просто изучил чертежи, и теперь крафтил их, думал, бизнес замутить, но... Вы, так сказать, зарейзили меня, но сделали моё дом намного лучше. Это третий верст? Да. Нет, ты вообще доволен? Мы его улучшили, видишь, мы сохранили твой домик. Спасибо вам большое. А хочешь, я расскажу, как мы вообще попали к тебе домой? И тут я рассказал ему историю о той злополучной записке, которую они оставили. И попросил больше его так не делать, ведь в следующий раз могут оказаться люди недобрые. Во-первых, как ты вёл в этом году себя? Ну... Даже не знаю, как сказать. Так, наполовину хорошо, наполовину плохо. Блин, ну слушай, это лайк за честность? Сколько тебе лет? Десять. Десять. А как тебя зовут? Федя. Дорогой друг Фёдор, у меня есть для тебя очень хороший подарок. То, что ты вёл себя в этом новом году очень хорошо и положительно. У тебя DLC есть какие-нибудь? В общем, добрый Дедушка Мороз ему подарил DLC на раст, чтобы он тоже мог развешивать головы на стены. А я подарил ему хомячка Жорика, который придавал бы ему удачи. После чего он отправился делать уроки. И у нас с Серёгой появилось время, чтобы провести ивент. Первым делом я отправился на поиски белого медведя. Ведь именно его нам не хватало, чтобы начать свой ивент. Привет, Мишка. Давай, Мишка. Прикинь, какое настроение у школьника будет. Угу. Мне кажется, он вообще счастлив. Пойдёт всем друзьям своим рассказывать о том, что два типа, мало того, что взломали его дом, так ещё и вернули его ещё с огромным количеством резов. О, блин, белый медведь вообще красиво выглядит. Реально прикольно. Мы решили сделать по-хитрому мини-лотерею, где будут деревянные замки, которые открывались с помощью ключей. И если вкратце, то игрокам давалось три выбора. Первая, вторая или третья дверь. В одной из них находился приз, а в других двух — смерть. Три, один. Ну или просто три. Всё, чтоб я не путался. Поздравляю, ты победил этот твой приз. С наступающим Новым Годом и всего самого наилучшего. Верь в чудо и будь добрым. Иначе придёт злой дед. И если вы думаете, что выиграть здесь было проще простого, то вы сильно ошибаетесь. И скоро я покажу почему. Всё, что нам оставалось сделать — это позвать людей из чата и назвать им координаты. И поверьте мне, участников будет немало. О, уже тут. Смотри, как быстро. Здравствуйте. Вы пришли за подарком? Привет. Садись, садись, садись на стол. Да. Присаживайтесь. О, какой-то ник знакомый. Где-то мы вас уже убивали. Но сегодня мы не об этом. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Сколько тебе? 14. Миша. Михаил, сегодня у нас специально для тебя розыгрыш. Выбери цифру от 1 до 3. 2. Отличный выбор. Отличный выбор. Возьми этот ключик. Теперь вставай и можешь попытать удачу и открыть эту дверь. И там в ящике лежит ещё один ключик. Забирай свой сюрприз. Так, теперь надо в цифру 2 что-то положить. С Новым Годом. Смотри, пополнение. Первый клиент есть. Ай, блин. И так как на улице был тот, кто мог подслушать разговоры, мы решили приз поменять местами. И теперь он с первой комнаты перенёсся в третью. Спасибо. Как вы вели себя в этом году? Хорошо. Это прекрасно. У нас для вас есть подарок. Цифру от 1 до 3. Да. Всё, теперь можете встать и открыть дверь, которая находится сзади вас. Привет. Ты проиграл? Давай, иди умирай как мужик. Ну ладно. Давай. О, что ли? С каждой новой попыткой победная дверь менялась, чтобы люди, которые подслушивали, не могли угадать в первого раза. Понимаете, тут решается судьба. Да. Заходите. Как вы вели себя в этом году? Хорошо. Понимаете, сейчас проходит акция. Забери подарок или умри. А если вы нас обманули, что вы вели себя хорошо, вы умрёте. Какую цифру вы выберете? Вы можете встать, посмотреть на дверь. Какие вещи есть? От 1 до 3. Какую цифру вы выберете? Цифра 3, да? Отличный выбор. Только двери за собой не закрывайте. Он умер. Вы можете последовать и открыть дверь под номером 3. Давай, 3, 2... Он знал, что в 3 умрёт, он выбрал 1. Я просто хочу увидеть, как вы будете забирать подарки. Он проиграл, перекладывая со второго, потому что по-любому вторую дверь. Ну ладно, мы можем оставить. Потом мы решили устроить командный раунд и добавили сразу двух участников. На данный момент приз лежит за цифрой 2. Один. А ты что скажешь? Три. Хорошо, тогда ты получаешь ключик номер 3. Серёга, а это невозможно пройти, понимаешь? Теперь ваша очередь. Открывайте. Блин, прикинь. Два человека. Две комнаты выбрали. Просто те, которые их убивают. Ты понимаешь эту фигню? Насколько им не везёт. Так, надо перетасовать опять. На этот раз я, пожалуй, выберу два. Отличный выбор. Серёга, твой выход. Всё, вы можете открывать дверь. Ты можешь? Я не туда жал. Я не туда жал. К сожалению, вы проиграли. Но Дед Мороз умер от инсульта. На, закончу начато. Сорян, я возродился, я умер. Капец ты. Открывай. Как это произошло? У меня В и Б там рядом. Подождите одну секундочку. Мы подготавливаем для вас ивент. На этот ивент даже пришёл Рома Толлер, который был в прошлых видосах. И решил попытать свою судьбу. Не подорогу там. Давайте, Рома, открывайте дверь. Мы их, блядь, пиздец. Ублюдка. На! Ты проиграл! Видимо, в этот раз он себя вёл очень плохо в этом вайпе. Его головешка пополнила нашу коллекцию. Скажите, вы верите в чудо? Да, верю в чудо, что меня ночью не заразят. Отлично. Какую цифру вы выберете? От одного до трёх? Ну, думаю, два посередине. Офигеть, Серёг, он выиграл, походу. Да ладно. Отличный выбор. Держите ваш ключик. Возможно, вы заберёте подарок. И неужели появился хоть один человек, который угадал правильную дверку? На этот раз пресс лежал именно во второй двери. Он забрал лоб. Всё, он красавчик. О-о-о, спасибо. Поздравляю. Почитайте записку, что там написано. Мы его провели по безопасному пути, чтобы его никто не убил. И продолжили свои игры. Всё, вы можете идти. Какую дверку вы хотите выбрать? То гораздо. Давай третий. Тоже выиграл, прикинь. Это, ну, Катя, встаньте в очередь. Он боится, боится. Капец, тут людей пришло. Поздравляю с заслуженным призом. Это был уже наш второй победитель. Он явно был счастлив, ведь у него в руках появился калашик. Давай ещё раз, первую. Отличный выбор. Не, пускай открывают. Ну ладно, он всё равно проиграл. Хороший выбор. Кого-то надо наградать, не уби. Принимай, забирай ключ. Поздравляю. Но, к сожалению, не в этот раз. Стой, не открывай пока. Ну блин, это офигенно вообще. Ещё раз, желающие, заходим, пожалуйста. У нас сегодня победа. О, вы вдвоём хотите выиграть? Кто-то уходил с полными карманами, а кто-то оставлял нам свою черепушку. В принципе, обмен был полностью равносильный. Пойдём я вас проведу, чтобы вас никто не убил. И в конце мы даже решили раздавать подарки за стишки. И также устраивать командные раунды. Браво, хлопаем ему. Молодец. Я сам не знаю, что тут завёрнуто. Это подарок от Деда Мороза. А в конце и вовсе Серёга предложил полностью убрать патроны из гантрапов и в каждую комнатку положить определённые призы. Некоторые игроки уже были прошарены и боялись открывать двери. Но в этом и была прелесть этой лотереи. Ты не знаешь, что тебя ждёт за дверью. Либо подарок от доброго дедушки, либо от злого. Если один выиграл, не значит, что ты проиграешь. Давай. Прикол. Ой-ой-ой. А, меня не убило? Ну, подходи к ящику, не бойся. Ну, подходи к ящику, не бойся. Это всё-таки Новый год, и мы решили сделать каждому из вас подарок. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Чаколад не был. Мы не знали, что там лежит, поэтому вам выпал рандомный приз. И надеюсь, он вам понравится. Пойдём, я вас выпущу. А за стишок на тебе ещё. Я не знаю, что здесь лежит. Просто возьми. Это тебе за стишок. Поздравляю победителей. Ну и, конечно же, следующий раунд мы сделали с подарками от злого, дедушки Мороза. Два, один. Погнали. Один. Погнали. И следующий. Следующий. Тебе. Этот выжил. Так выглядят действительно счастливые растеры. Мы провернули все свои коварные делишки и подарили подарки многим людям. Поэтому всё, что нам оставалось сделать, это дождаться, когда Морти зайдёт, чтобы отдать ему пароли от этой базы. И звонишь, что вышел из игры. Сейчас. Это всё тебе. Так, ладно, я не хочу... Я... Я не знаю, просто спасибо. Вот, смотри, видишь вот это? Спасибо вам, Барни. Вот, возьми, это тебе. Это пулемёт? Да. Ты его хоть раз держал в руках? Ё-моё. Почему? Блин, спасибо вам большое. О, подарки падают. Вот, это всё оружие ты должен потратить, пока оно не исчезло. Бегай, стреляйся, там, я не знаю. Это вот подарки от Деда Мороза. Дед Мороз пришёл тебе под ёлку, положил их, а мы пособирали их. Ты доволен этим лутом? И домиком? Ну да, я доволен, только вот один вопросик. С Чизом. Ну вот помните, я вам говорил, что нашёл фотку в его телеграм-канале, где он был вот тут. Что я тут делал? Ну он проходил испытания, он у нас в комнате той жил. А-а-а. А почему он жил там? Ну он плохо себя вёл, нам пришлось его туда загнать. Кстати, вон, на стене висит. Рома Толлер. Так, стоп. А где голова Чиза? А, вот, справа. С правой. Вон написано, его ник. Поверит он, нет? Папа Чиз Жи Жераст. Всё, мы увидим. Ну, спасибо вам большое, прям, думал, всё, уже потерял дом, ждать конца вайпа и строить себе новый. Но вы тут так помогли, что теперь, так сказать, вайпа следующего не надо ждать, не надо. А это кто? У него было много вопросов, но дать все ответы мы ему просто не могли. Знал бы он, что творилось в его домике. После чего мы попрощались с Морти и просто отправились в свой путь. Ведь я должен был успеть смонтировать этот шедевр для того, чтобы вы насладились им перед Новым Годом. А если вы хотите, чтобы я рассказал Морти всю правду, кто мы такие были на самом деле, то заходите в мой телеграм и голосуйте. А сейчас я хотел бы с вами попрощаться. Ведь это конец данной истории. Честно говоря, когда я придумал эту задумку, я и представить себя не мог, насколько по-доброму она может завершиться. И надеюсь, что этот ролик достоин 200 тысяч лайков и вы их поставите. Скоро Новый Год, и именно поэтому я хотел бы всем вам пожелать побольше здоровья и чтобы абсолютно все ваши мечты сбывались. Ведь благодаря вам сбываются и мои мечты. Мы преодолели с вами такой путь, что я до сих пор не верю, что у меня 1 600 000 подписчиков. В общем, спасибо вам огромное. Ну а впереди вас ждут шикарные титры. И главное, верьте в чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok